всем привет ребят ну что у нас сегодня очередной топ-10 и непростой топ-10 я даже многих героев честно говоря сам не помню хотя играю много сегодня у нас будет топ 10 героев без кд что такое когда это кул даун то есть скажем так ну я иногда называют украйнее действие то есть крайний временный скажем так заряд я не знаю даже как многим объяснить ул да он то есть это полный откат скилла у некоторых героев этот кул даун есть там одна секунда две секунды есть герои которые вообще без куда на авто прокеры ну то есть самый явный пример героя без кул дауна эта шапка я вам ее покажу тоже во всей красоте чтобы вы просто понимали что такое герой без куда на это когда он работает своим скиллом без перестанку то есть как только прошел заряд сразу же включается ну то есть набрали энергию включается сразу опять скилл и так вот без перестанку то есть явный пример эта шапка явный пример это тыква и есть еще очень много героев и даже можно сказать так что без кул дауна даже герои которые там скажем так время срабатывания скилла самого то есть ты например тот же самый стану леди леву если там 2 и 7 секунды кул даун 3 секунды то есть это считается тоже в принципе очень мало но тут надо опять же понимать что не все герои заряжаются с одинаковой скоростью то есть набор энергии у всех героев разных кто-то может за два удара кто-то за три кто-то за удар набирает энергию и сразу же скилл поэтому тут знаете такая четкой грани нету ну давайте начнем давайте начнем не так будем сразу смотреть герои у меня тут правда не все герои гарнизонных вообще нету мы пока к ним дойдем то может мы заполним свой топ-10 но гарнизонные герои без кул дауна я вам тоже их обязательно покажу я уже показывал это просто нечто так паладин тоже явный пример ставите ему например он будет все время включаться то есть его нету у него нету временного видите на 90 на 7 секунд 95 процентов дефону нету времени то есть нету времени срабатывания с даун герой без кул дауна довольно таки неплохой когда-то был да и сейчас его можно прокачать на хорошую максималочку что он будет там реально тащить но есть свои нюансы шапка однозначно идет у нас следующий в этот список у нее кул дауна как видите тоже нет с помощью вальки купидона там афинки и и можно очень круто заряжать это я вам покажу чтобы новички понимали что это такое то есть это просто бомбический героя когда-то показывал кайки шапкой проходил кошмарки мы давно давно вот видите на 5 секунд на примере есть куда он кому вносит но опять же у него тоже нету по сути ограничения ограничения видеть выглядит вот так вот видите кул даун реквает то есть куда он вот кул даун кд называется закрыт 5 секунда то есть обычно скилл работает меньше куда он 2 секунды но мы сейчас выберем таких героев которые даже имеют кул дау ну давайте так изначально сам их их жестких тоже нету кул дауна то есть когда шки у него нет давайте его добавим атлант ну куда он на скилл имеет все-таки он даже медленно заряжается или подождите там там семь с половиной секунд а сам щит действует атаку подождите куда он реквает не понял что-то я это я уже забыл английский и что-то я не понял сейчас мы на русском сервере быстрее раздуплимся видите куда он куда он куда он видите вот здесь пишется там какого-то фига не пишется нельзя понять что почему там такой перевод в общем тут кул даун есть скилл работает семь с половиной 12 и 2 кул даун то есть я что же смотрю что-то я не могу понять что за прикол да если бы у него не было куда вон это было бы вообще жестко атлан бы до сих пор тащил в определенной сборке ладно поехали дальше паладин вот эти герои которых я показал они не востребованы но нереально герой без кул даун так тут кул даун кул даун вот у нее в принципе 273 ну тоже кул даун есть и тут по моему куда он стоит у него видите куда он 6 секунд некоторые герои вот куда он 5 качается до 6 тоже секунда есть ну в принципе как бы этого хватает вот еще один принципе без кул дауна но опять же он не включится пока не пройдет 6 секунд минотавр с кул дауном дрейк кул даун 3 секунды ведьмочка тоже имеет кул даун тоже видите 5 и 5 кидает молчанку но кул даун 6 секунд то есть он не включится в следующий тут тоже есть вот тыковка следующий герой может мы нет топ-10 я думаю мы наберем однозначно тыква потому что если бы у тыквы был кул даун она бы не брала такой максимальный разгон так дальше череп есть малышники есть есть валька кул даун тоже есть тоже кул даун стоит хоть он не небольшой вроде как бы относительно у многих героев но он все-таки есть ограничение потому что если бы его не было вот в принципе здесь кул дауна нет то есть это можно это не автопрокер как бы ну ему надо чтобы он ударил ему надо зарядиться то есть если у него будет даже заряд полный то есть надо какое-то действие кстати его таки не потестил но он не метку давно то есть он ударил сразу сразу следующий следующий то есть по сути его можно тоже отнести героем которого куда он отсутствует так опять у меня что-то он нормально теперь обычно что-то съезжает такс ставим сюда душик а давайте так тесса имеет имеет ронин имеет куда он этот имеет стрелок стрелок своего рода имеет тоже куда он там тоже пару секунд то есть он как бы включая за то что он выкидывает подряд самолетиком это не означает что у него нету куда он так тут есть некрас некрас если я не ошибаюсь то же самое имеет куда он правда там небольшой вот 2 секунды он имеет иммунитета но опять же это куда он вооружай тоже видите куда он 4 секунды ну вот то есть если так смотреть вот фрэнк да тоже куда он 4 секунды там станет куда он 2 секунды тоже не всегда срабатывает но на самом деле в реале это очень эта фигня вообще то есть герой включается постоянно тут куда он 0 2 секунды куда уже с половиной на атаку но тоже куда он есть но я показал показывал вам бигфута на тринадцатом скале это просто нечто варлок тоже видите он автопрокер но 7 секунд кулдаун пусть он не включается даже та же самая афинка тоже имеет кулдаун не знаю сейчас мы их найдем еще героев без без куда у нас таких домашних вот в принципе тут же самое это тоже имеет кулдауна свои скиллы махатма вот еще один топовый герой который реально удауна он такой же как и душик то есть удар скилл удар скилл удар скилл соответственно накапливается имеет кучу иммунитетом это тоже один из топовых героев который по сути кулдауна не имеет потому что там скилл срабатывает сразу же и из-за этого она нереально крутая нереально круто тащит так тут кулдаун есть тут кулдауна есть ледяха то же самое кос мороза а ну если взять даже ту же самую фрейм и и там по моему куда он стоит 4 секунды а сурик имеет вот тут имеет пока заряжается тоже куда он и здесь куда он тоже на скилл есть насчет командора такой знаете спорный момент но тоже 4 секунды имеет кулдаун смотрят для чего ну смотря какой именно талант о чем именно говорить в общем с этим героем получается у нас в общей сложности здесь получилось у таких я собрал 6 героев у меня они там не все там кого-то у нас по моему еще до сих пор нет некоторые герои но это такие герои которые не имеют кулдауна на срабатывание скилла например паладина с не советую качать шапка донатный герой он недоступен всем но на подземках реально очень круто тащит махатма это имба это я вам показал это под хиллуп это просто жопа тот же самый бог рома такой же как и паладин не актуально тыква она должна быть на каждом аккаунте потому что без такого вы ничего не сделаете тыква это топчик и душик для забора энергии тоже на некоторых локациях тащит вот но с этих всех то есть три героя один донат на эта шапка едва скажем махатма и тыквы это такие которые должны быть они самые востребованные душик ну такое среднее между ними всему так ну теперь я вам сейчас покажу то что я еще не докачал но я вам покажу те герои в которой нереально крутые и они очень просты это гарнизонные герои я ими проходил и возможно еще качну их у себя здесь покажу вам еще раз много трешечка разного кстати смертушка у меня чё она мне тоже кстати надо ее вытащить она тоже не имеет кулдауна вот еще один герой к списку она такая же как и души где-то плюс-минус ею битву гильдии проходить очень много тамара если она будет у вас включаться набирать энергию она будет все время ультовать она будет сжирать полностью все то есть она тоже реально кайфовый герой вы видите у меня вот многих нету вот тоже без кулдауна по сути субку без кулдауна если будет полный набор энергии тот же самый ниндзик у меня их нету то есть он тоже такой же интересный дамага много но уже на сегодня не актуальны а вот теперь самое интересное смотрите внимательно на скиллы наши гарнизонные герои то есть как видите тут куда он отсутствует то есть тут герои они слабенькие да то что они делают если они включаются очень быстро это ребят это нечто . она имеет скажем так своего рода кулдаун если не включается хотя по сути она может быть всегда включена то есть на срабатывание скилла ничего не влияет итак поехали я сейчас вам покажу просто шапку сейчас делаю такое куда мы и запихнули шапка ты где она вроде есть и вроде ее нет пути не общий дел для она у меня не прокачанную читать что-то я втыкаешь их добавлял до глянуть где мы и пихнули на в тот имя стоит вообще я красава такс вот например вы ставите шапку да тут я сейчас уберу просто поставлю для того чтобы вы понимали скорость сейчас все это дело увеличим исцеление она влияет на набор энергии ставим ко всему сюда воодушевление она уже стоит вот такая вот сборка ставим сюда вот к этим героям я просто сейчас поставлю вальку вот такой вот вариант и поехали на любую подземку там не знаю но мы обычно поехали сюда итак смотрите шапку называется блин поставил для тех кто не знает что такое герой без куда смотрите сейчас она набирает энергию да вот вот она включилась набрал энергию опять включилась вообще свет застанет немножко а теперь смотрите дополнительно еще валька будет давать набор посмотрите с какой скоростью у нас конечно там стан ну и ей надо включаться то есть ей нужна цель по сути она все время набирает у вас у стыковка это очень хорошо видно будет еще ты кругу поставим шапка валька сюда мотыку влепим там у многих раз два три четыре пять шесть знаю ли мы сейчас конечно успеем я надеюсь раз два три заморозили у меня от стана никого нет но вот посмотрите вот у нас разгон был видите дачу делается то есть как только валька заряжает она сразу же бьет ну тут надо побольше тут надо еще купидона сюда ставить то есть это означает что у его я срабатывание скилла не зависит от временных ограничений вот из-за этого многие герои и реально тащат многих недооценивают если их правильно использовать там будет просто просто а для противников так шапку убрать либо для прохождения вот как я показал шапка мне очень нравится и не проходил в принципе очень был доволен на то время скажем так на сейчас она уже не настолько к сожалению актуально это было раньше ну это битва замков тут удивляться нечему ну а самих гарнизонных там просто жесть ребят там три тонн тащит ледяной тащит там общем я думаю вы увидите скоро если вы не хотите ждать перелистайте назад у меня есть в обзорах на героев с талантами 9 9 есть очень много обзоров на гарнизонных героев там где они на максималке просто унижают донатные герои все пишите комменты ставьте лайки всем удачи всем пока